Будущее ближе, чем вы думаете. Летающий автомобиль кресло с 3D эффектом и динамики, способный заменить наушники. Подробнее об этих крутых разработках расскажем в этом выпуске. Такой Cadillac не снился Моргенштерну. Американская автомобильная корпорация представила виртуальную модель летающей машины Cadillac F-TOL. Транспортное средство представляет собой персональный, самоуправляемый дрон, который поднимается в воздух благодаря аккумуляторной батарее и четырем винтам. Летательный аппарат может передвигаться со скоростью до 90 км в час, перевозить одного пассажира, совершать вертикальный взлет и посадку. Чтобы это было проще делать, разработчики спроектировали переднюю часть авто полностью прозрачной. Необычную концепцию транспорта создатели назвали дословно «переосмысление будущего личного транспорта». Наушники нередко становятся причиной несчастных случаев. Заткнув уши и слушая музыку, молодые люди могут просто не замечать надвигающейся опасности. Американские разработчики решили проблему. Они изобрели беспроводные динамики, которые получили название J-Lab J-Buds Frames. Девайс представляет собой миниатюрные блютуз-динамики, которые прикрепляются к любым очкам. Устройства устанавливаются на дужки и работают независимо друг от друга. Плюс изобретение в том, что динамики не закрывают уши полностью, что позволяет человеку одновременно слушать музыку и не отвлекаться от происходящего вокруг. Наушники имеют встроенные аккумуляторы, рассчитанные на 8 часов беспрерывной работы. В продажу гаджет поступит в начале весны и будет стоить около 50 долларов, что в переводе на рубли составляет примерно 3500. Дело у время, потехи час, но в кресле, который изобрели американские IT-инженеры. На потеху тратить можно гораздо больше времени. Представляем вашему вниманию Razer Project Brooklyn – кресло будущего для геймеров. Главная особенность изобретения – встроенный панорамный дисплей, который складывается, когда не используется. Благодаря экрану никакие 3D-очки не нужны. Эффект полного погружения в виртуальную реальность достигается. И так кресло имеет складные подлокотники и столик. Чтобы играть, можно было с комфортом – пользоваться мышкой, клавиатурой или геймпадом. Важный момент – кресло сделано с учетом анатомических особенностей позвоночника. Даже при длительном использовании не возникает чувства дискомфорта в спине.